Песня, которую мы все семьи очень любим, посвящена Юрию Гагарину. Юрия Висбора звали также. Юрий, и эта песня с течением лет, она немножко и о нем самом как бы. Потому что он в нашей жизни тоже был из космоса, откуда-то необыкновенный человек. Какая-то звезда полетела на нашу планету к нам и улетела опять. В кабинете Гагарина тихо, тихо-тихо, часы к ней идут. Где-то вспыхнул тот пламенный вихрь и закрыл голубую звезду. Только тихо пройдут экскурсанты, только звягнет за шторы. И висит невесомым десантом неоконченная тишина. Но Гагарин покоя не ведал, жил он в грохоте мощных ракет. И победы, и горькие беды он встречал за штурмалом в руке. И всех тех, кто порвал с тишиною, кто по звездной дороге пошел, Он их вел за своею кормою, хоть и маленький, но ледоком. Я над краем стола склоняюсь, словно в пропасть куда-то гляжу. Удивляюсь я ей, улыбаюсь, и нахлынувших слез не стыжусь. Со стены молча смотрят портреты. Лунный глобус застыл на столе. И соборы стоят, как ракеты на старинной смоленской земле. И соборы стоят, как ракеты на старинной смоленской земле. Снова тярит сырыми лугами звездный город стихает во сне. Понимаете, Юрий Гагарин, как несладко стоять в тишине. Потому что грохочут рассветы, просыпаются в гимнах поля. Впрочем, вам ли рассказывать это Человеку с планеты Земля? Впрочем, вам ли рассказывать это Человеку с планеты Земля? В кабинете Гагарина тихо, тихо-тихо, часы не идут. Пришел в гамаринку. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Белый городок. АПЛОДИСМЕНТЫ Вега героя из телевизора. Женки-поэт Алексей Контакт. Он был в мировеснике. И он написал такие стихи. Для межпланетного контакта Необходимо много такта. Когда Земля накопит такт. Тогда получится контакт. Аплодисменты.